Цель проведения круглого стола – обсудить со специалистами те проблемы, которые есть в любительском и профессиональном спорте в Ленинском районе, а также спросить совета по имеющимся вопросам у заслуженного спортсмена с богатым опытом государственного управления. Встреча получилась весьма насыщенной. Если обратить внимание на проблемы, которые сегодня возникают в спорте из различных, так сказать, моментов, таких как оптимизация или сокращение, или еще что-то, это глобальные проблемы. Проблемы, которые надо решать реально на уровне государственного правительства, потому что существующие нормативы, которые давно от жизни отстали, существующие нормативы на проживание, питание, спортивное – много вопросов. В Ленинском районе ведется довольно активная спортивная работа. В клубах, кружках и секциях систематически занимаются физической культурой и спортом 30% жителей. На территории муниципалитета в 2016 году было проведено 70 районных спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 13 тысяч человек – международные и областные мероприятия. Тем не менее, Вячеслав Фетисов отметил, что в спортивной работе есть слабые места. Проблема существует, прежде всего, эта инфраструктура, особенно изношенная она в образовательной системе. Я убежден в том, что массовый спорт – это детский сад, это школа, это среднее специальное и высшее учебное заведение. То есть мы должны создать новый стандарт образования в нашей стране, где инфраструктура будет соответствовать современным требованиям. Всего в Ленинском районе насчитывается 208 спортивных сооружений. Среди них стадион с футбольным полем, где имеется легкоатлетическое ядро, мотобольное поле и хоккейная коробка. Дворец спорта – 122 плоскостных сооружения, 29 спортивных залов, из которых 23 в общеобразовательных школах, 5 бассейнов. Но на самом деле перечисленные цифры – только кажущиеся изобилия. Существует проблема в разных видах спорта. Допустим, если лыжная трасса, она должна быть у нас тоже построена. Она сейчас решается. Это большая проблема решится с лыжным спортом. Если есть клубы, которые у нас в городе существуют, они тоже маленькие. Их надо тоже реконструировать и увеличивать площади, для того, чтобы все-таки было пространство и занятия были лучше. Специалисты Управления по делам молодежи, культуры и спорту отмечают потребность в спортивных залах, оздоровительных комплексах, стандартных футбольных полях. Главная проблема – дефицит крытых спортивных сооружений. Также в районе необходим муниципальный ледовый дворец. На круглом столе были озвучены задачи, которые необходимо решать в ближайшей перспективе. Главное – необходимость увеличения численности граждан района, систематически занимающихся спортом, до 45% к 2021 году. Сегодня спорт для детей, для молодежи – это единственная альтернатива, в общем, вызову улиц. Это профилактика наркотиков, алкогол и табаку. Это формирование успешности, это возможность вернуть детей из виртуального мира на грешную землю. Это сегодня обороноспособность страны, это ее экономическое будущее. Я точно знаю, что здоровую экономику могут построить только здоровые и сильные люди. Во время встречи, которая продолжалась почти два часа, ввелся протокол, где были зафиксированы все просьбы и пожелания участников круглого стола. Этот документ Вячеслав Фетисов будет использовать для предметной работы. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Ольга Садовская, Видное ТВ.